Девушки отдыхают Даже если на первый взгляд это кажется безнадежным. Сегодня в программе так решил суд. Почему ужин для семьи Кравцовых закончился в больнице? Меня отвезли во вторую советскую, в инфекционное 18-е отделение, а дочка у меня находилась в детской инфекционной. И что скрывают заводчики дорогих породистых котят? Конечно, у нее четыре лапы, хвост, все было. Я говорю, я не могу залезть внутрь, но есть какие-то вещи, которые там внутренние заболевания. Полуфабрикаты – прекрасный способ сэкономить время и быстро перекусить. 15 минут и на столе блинчики, пицца и порции аппетитных пельменей. Быстро? Да. Вкусно? Возможно. Но безопасно ли? Саратовчанки Татьяна и Настя Кравцовой любят готовить сами. Но именно в этот день им не захотелось тратить время на кулинарные изыски. Дочка попросила маму сварить пельмени. В морозилке как раз был запас. Развесные полуфабрикаты – 75 рублей за килограмм. Семья поужинала, и все разошлись по своим делам. Прошло, может быть, я не знаю, минут 15, как она их отварила. Я вышла из душевой, а она мне тоже как закричит. А что такое здесь? То есть явно видно, что в пельменях черви. Через полчаса после ужина обеим стало плохо. Татьяна все же взяла злосчастные пельмени и пошла в магазин разбираться. Персонал магазина «Ермолинские полуфабрикаты» ей искренне посочувствовал. Но не более. Возвращать деньги никто не собирался. Покупательница возмутилась и решила обратиться в суд. Из принципа. К несчастью, чека на те самые пельмени у Татьяны не оказалось. Когда покупала, отнеслась легкомысленно. Мол, к чему эти формальности? А теперь на суде продавец магазина объявила – полуфабрикаты куплены в другом месте. Она с самого начала не отрицала, что я у них, да, покупала эту продукцию. Да, она мне там делала возврат, но откуда взялись черви, вообще просто никто не знает. А второй, третий, четвертый, пятый заседание – вообще эту женщину не знаю. Вообще она у меня не брала. И вообще не знаю, где она их купила. И вообще, что она туда посадила этих червей и все прочее. Единственным доказательством Татьяны стало само наличие червивых пельменей. Прямо в зале заседания отчаявшаяся истица предложила судье лично убедиться – такое есть нельзя. В присутствии сторон мы его осмотрели, вскрывали, то бишь смотрели. Поскольку сторона оспаривала отвечек о том, что эти недостатки находились в самом продукте. Они поясняли, что, возможно, были какие-то приправы, специи, которые содержали вот этих негативных веществ. Ну, на что, исследовав данные вещественные доказательства, установили, что все-таки это в продукте питания находилось. По решению суда магазин должен выплатить пострадавшим моральную компенсацию в 10 тысяч рублей. Мы тоже решили провести свое расследование и выяснить, как избежать отравления. И обратились в Саратовский филиал Российского государственного торгово-экономического университета. Сюда на экспертизу мы принесли несколько образцов червивых пельменей. По внешнему виду можно сказать, что это продукция некачественная. Оказалось, что мяса в этих пельменях практически нет. А есть так называемые субпродукты – внутренние органы и менее ценные части туз животных. Мозг, сердце, легкие, печень, язык, почки. Отличить мясо от субпродуктов можно даже по цене. Мясные пельмени стоят минимум 200 рублей за килограмм. Остается вопрос, откуда взялись черви? Это на этапе, могло возникнуть и на этапе первоначальном производстве, то есть изначально сырье могло быть заражено чем-то, либо условия хранения были не соблюдены. По мнению пищевых технологов, подобные осечки в производстве могут иметь тяжелые последствия для человека. Мясо в принципе достаточно опасный продукт. Если покупать неизвестно что, то можно многие виды паразитов, которые развиваются в мясе, могут привести в том числе к летальному исходу для человека. Однако в магазине Ермолинские полуфабрикаты, видимо, о возможности такого исхода не знают и продолжают рекламировать товар покупателям. Добрый день. Хорошие пельмени? Добрый день. Никаких там бед не было? Нет, не было. Что же, если продавцы не признают очевидный брак, а производители небрежно относятся к своему товару, остается только засучить рукава. Мы решили провести эксперимент и приготовить пельмени самостоятельно, чтобы узнать, стоит ли овчинка выделки. Все ингредиенты мы купили на рынке. 700 грамм говядины, муку, яйца и лук. Рецепт классический. Делаем фарш, добавляем немного лука, приступаем к тесту. Яйца, мука, стакан воды. Все перемешиваем, раскатываем и лепим. За 2,5 часа мы приготовили килограмм настоящих домашних пельменей. Денег это стоит почти тех же, что и хороший полуфабрикат. Около 300 рублей. Зато мы полностью уверены в качестве нашего продукта. А в итоге, если разницы нет, зачем рисковать здоровьем? Пушистые ангелы. Радость для всех от мала до велика. Конечно, если хватит денег. Породистый британский кот в Саратове стоит не меньше 6 тысяч рублей. Можно и дешевле, но с небольшими дефектами. Кривизной хвоста или неидеальным прикусом. Молодая девушка Маргарита Мурыченкова вместе с мамой решили осуществить мечту и завести кота. Обратились в известный в городе клуб любителей кошек «Гламур». Там быстро подобрали 4-х месячного маленького рыжего британца. Все официально. Пометки о прививках, родословное и недорого. Всего за 4,5 тысячи рублей. Радости не было предела. До поры до времени. Спустя две недели увидели на моем теле, как бы на теле проживающих самых членов семьи, понятные пятна. Мы, естественно, обратились в больницу. Нам сказали, что это лишай. Причем сразу спросили, что укупили котенка. Маргарита сразу же примчалась с претензиями к бывшей хозяйке котенка и встретила, мягко говоря, непонимание. Когда я ей говорю, посмотрите, что с моим телом. Она сказала, я ничего комментировать не буду. Я говорю, тогда я буду вынуждена обратиться в комитетные органы, подать на вас заковое заявление в суд. Она посмеялась, естественно, как обычно в таких ситуациях это происходит. Ну, делать, что хотите, в общем. По-хорошему не получилось. Пришлось воспользоваться профессией. Юрист Маргарита Мурыченкова подала исковое заявление в суд и выложила главный козырь. Ведь в договоре купли-продажи котенка четко прописано – здоров. И в паспорте хвоста-то полосатого стоит печать о прививке от лишая. Но откуда же взялось заболевание у привитого животного? Эта прививка, на самом деле, эффективная при лечении. Как профилактика, но малоэффективная. Многие ветеринары уверены, что от лишая ни одно животное не застраховано. Эту заразу легко подцепить случайно. И тут уже никакие прививки не помогут. Бывали случаи, которые мы наблюдали, когда в одном помете один котенок или один щенок болели лишаем, а остальные щенки или котята не заболевали. Заболевание лишаем, трихофития или микоспория в первую очередь, конечно, зависит от иммунной системы организма. Покупая животное, эксперты советуют требовать от заводчиков не только паспорт. Не менее важна ветеринарная справка. Именно в ней и должен содержаться пункт «Животное здорово». Паспорт указывает возраст, породу и наличие этих или иных прививок. О том, что кошка здорова либо не здорова, в данном паспорте не будет никаких данных. Это ветсправка. О существовании ветеринарной справки Маргарита узнала только на судебном заседании. Отсутствие этого важного документа и сыграло решающую роль. Выстраивая в логическую цепочку, когда был приобретен этот котенок, это животное, когда было обнаружено это заболевание, установлено, когда произведен осмотр ветеринара. Действительно, заболевание произошло от больного животного. Суд Маргарита с мамой выиграли. И им вернули деньги, потраченные на лечение. По 5 тысяч рублей каждой. Плюс моральная компенсация по 3 тысячи. В сообществе заводчиков-кошек ситуацию видят по-другому. Хозяйка победителя всероссийских кошачьих конкурсов Светлана Потапова считает, не стоит во всем обвинять только заводчика. Употребителю как раз хочется такого котенка, который маленький, пусечный, такой усидусечный, который вот будет на кривых лапочках, за ним с трудом ходить по квартире и разъезжаться. У него будут лапы по линолеуму. Зато он такой миленький, такой маленький, такой голубоглазенький, и вырастут они его сами. Только при этом нормально сами они его не вырастут. Потому что если бы это были люди, которые знают, как это делать, они бы не купили такого котенка. Но все же Светлана пытается быть объективной. Говорит, и среди заводчиков встречаются корыстные и равнодушные. Это очень разношерстный социум, я бы сказала. Потому что даже среди заводчиков-кошек есть люди, которые откровенно пытаются зарабатывать на этом деньги. В этой истории мне, честно говоря, больше всего жалко кошку, которую я думаю, что так и не пролечили. Она находится в какой-то сейчас семье. И вот это, честно говоря, у меня самое трудное, что оказалось в этом деле. Потому что животное жалко, правда. Покупка домашнего питомца – дело не только ответственное, но и рискованное. Природа ведет себя непредсказуемо. Никакие справки, прививки и честные обещания хозяев не гарантируют, что вам не попадется кот в мешке. Пусть даже и очень симпатичный. В обоих случаях героиням сегодняшнего выпуска чудом удалось доказать свою правоту. Татьяне Кравцовой без чека, но с вещественными доказательствами – червивыми пельменями. Маргарите Мурыченковой хватило справок о болезни, а обследование кота не понадобилось. Продавцы до последнего надеялись – авось, их вина не будет доказана. Пострадавшим просто будет лень судиться. Но в итоге каждый получил по заслугам, поплатился рублем и репутацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова